Возобновляется у нас игра во втором тайме, после первых 45 минут, счет 1-0, впереди Псеншоку. Но хозяева поля в середине первого тайма открыли счет в матче, благодаря голу Азамата Бекалдиева после разящей контратаки. Здесь Бекхан Алиев, скидка на Мамбетова, Мамбетов с мячом, Алиев, Магомедов, Кашеев, передача на Шилова. Абаев, скидка на Кашеева, и вот хорошая получается передача, но отбились, снова отбились игроки Псеншока. Последние минут 5-7 хозяева поля провели в обороне, последние минут 5-7 первого тайма, и в принципе были такие интересные подходы к воротам Псеншоку у футболистов команды Черкес 0-7. Но довести дело до логического завершения как-то не получилось. Алиев, Алиев с мячом, передача на Кашеева, Кашеев, Кашеев на Жилова, Жилов, и подачу с угла поля исполняют гости. Подача на Кашеева, Уляр бьет поворотом, но блокирует его выстрел. Лобаев, Магомедов, перевод на фланг, там Гажев, обыгрывает он Кемова. Подача, но Сокалов, опытный Сокалов, встает на пути мяча. И очередной угловой исполнят игроки Черкеса. Подача от Гажева, удара нет. Кемов выбивает мяч на половину поля соперника. Но здесь только игроки Черкеса, а вот Арсен Сугуров очень классно действует в прессинге. И мяч забирает. А Гажев недоволен действиями Муслима Боготова, считает он, что против него правила нарушали. А здесь Жумалдин Каратляшев был в положении вне игры, а болельщики недовольны. Болельщики считают, что Жумалдин находился в правильном положении. И в этом мнение помощника и болельщиков расходятся. Это пенальти! Ну было, было нарушение правил. И какие-то споры здесь, конечно, бессмысленны. Апеллирует Сокалов в Боготову, но вряд ли решение Муслим поменяет. Пенальти назначен. Плен совещание. Ну, Муслим Боготов, посовещавшись с помощником, оставляет свое решение в силе. Ну, Атсамаз искал контакт, Атсамаз контакт нашел. И пенальти сейчас исполнят игроки команды Черкес 0-7. Кто же будет пробивать? Кто же будет пробивать? Пенальти исполнит, судя по всему, сам пострадавший. У Бураева была хорошая возможность для того, чтобы открыть счет в матче, но с одним его выстрелом Кумышев сегодня справился. Вот посмотрим, кто выйдет победителем в этой дуэли. Бураев или Кумышев. И очень спокойно забивает Атсамаз Бураев мяч в сетку в ворот хозяев. 1-1, 1-1. Черкес 0-7 сравнивает счет в матче. Атсамаз Бураев не промахивается с точки. И все начинается по новой. Ну вот эмоции и такие вот проявления по отношению к судьям излишни. Атсамаз Буряев не промахивается с точки. Атсамаз Буряев не промахивается с точки. Проходящее как-то сложно, потому что к футболу это отношение ровным счетом никакого не имеет. И возможно все то, что происходит, это почва для размышлений. Контрольно-дисциплинарному комитету следует задуматься, как бороться с такими проявлениями. И в других лигах обычно принимающая сторона штрафуется. Возможно так будет и на сей раз. Но все это конечно не очень красиво. И подобные проявления по отношению и к футболистам, гостей и к арбитрам. Это не красит футбол. Подачу с угла поля исполнят. Игроки Псеншоко. Сделает это Азамат Бекалдиев. Подача. Коротляшев. Хорошая передача на Соколова. Прострел и Кашеев. Кашеев прерывает эту передачу. Ну, гол, быстрый гол забитый в начале второго тайма игроками команды Черкес. Как-то перезагружает сценарий матча. И все начинается по новой. С единственной разницей, что времени на то, чтобы забить победный гол, остается все меньше. Здесь Мирослав Каиров. Действует достаточно уверенно. Быстрый вбок мяча в игру. О, Гажев. Передача на Бураева. Бураев как разобрался сразу с двумя. Абаев. Находился он в положении вне игры. Ну, из всех игроков команды гостей, да, вот Бураев, мне кажется, первый кандидат. Не Бураев, Абаев, прошу прощения. Абаев. Первый кандидат на замену, потому что очень сильно он выпадает из игры. И в первом тайме у него был убойный момент, который он не реализовал. И кроме этого он особо ничем и не запомнился. Хотя игрок, он достаточно добротный, качественный, но вот в конкретном матче у него не идет от слова совсем. Получается так, что один фланг практически выключен. Но вот Бигхан Алиев уступил ему место в центре, да, то есть уступил ему место атакующего полузащитника. Алиев ушел на фланг, судя по новой расстановке. Но у Бураева и оттуда пока не идет. Не у Бураева, а у Абаева, прошу прощения. И оттуда пока не идет. А у Бураева все как раз идет. У Бураева все идет. И у Бураева есть уже на счету забитый мяч в сегодняшнем матче. Алиев отправляет мяч высоко в небеса. Кашеев, передача на Мангетова. Мангетов, опасно Абаева. Ну а здесь очень здорово действует Бигхан Алиев. Может сейчас что-то интересное? Нет. Кашеев, перевод на Жилова. Жилов с мячом, Магомедов. Скоро уже, я так предполагаю, начнутся замены. В составе и той, и другой команды. Магомедов. Абаев. Передача на Бураева. Бураев на Бигханов. Алиева. Алиев. Подача. Гажев. Уже в третий раз Гажеву мяч попадает в руку. Магомедов. На этот раз не спал. Кашиев играет через центрального защитника Абаев. Вот этим эпизодом можно охарактеризовать всю сегодняшнюю игру Абаева. С этой потерью он обрезает практически половину команды. Посмотрим, возможно я ошибаюсь и наставник гостей, точнее исполняющий обязанности наставника гостей в лице Азамата Хараева по-своему увидит. Игро, но нет. Здесь не получается ничего создать у хозяев после подачи с угла поля. Кемов. Обработать мяч Кемова не получается и... Аут в пользу. Гостей. А Мирослав Каиров получает капитанскую повязку. После того, как поля покидает Ислам Гажев. На поле появляется быстроногий Анзор Кумышев. Один из самых быстрых игроков в республике. И это игрок, который способен убежать практически от любого защитника. Но для этого ему нужно дать передачу на свободное пространство. Очень хорошая у них была связка с Батыром Бекбоевым в команде Атажукина. На Алиев. Бураев с мячом. Скидка на Жилова. Снова с мячом Бураев. Жилов. Передача на Магомедова. Магомедов играет на Алиева. Алиев. И опасный момент. Возникает у ворот Хозяев. Неплохой такой получился выстрел у Бекхана Алиева. Мяч прошел рядом со штангой. Силы край! Черт с тобой! Черт с тобой! Кашиев. Аваев. Возвращает мяч Кашеево Упирает Кашеев мяч под левую Ударный мяч уходит мимо спора Торчоков вводит мяч в игру Но Муляр первый на мяче Передача на Алиева Атака гостей через левый фланг Пройти Жилово здесь будет очень проблематично Кому бы то ни было Потому что слабый является одним Сильнейшим центральным Ну и центральный волн может сыграть Если ситуация этого потребует Играет на фланге Защита Торчоков отправляет мяч на половину поля Черкеса Скидка Жилова На Каирова Здесь первым на мяче оказывается Защитник Кожжаев Протаскивает он мяч До Чужой практически штрафной Где Мирослав Каиров Прямо таки царствует Мамбетов Передача на Алиева Алиев с мячом Магомедов Передача на Алиева Алиев Абаев И вот получилось Интересная Интересная стеночка Но Попасть в створ В этом эпизоде Абаеву Снова не удается Порядка 20 минут Уже сыграно Во втором тайме И Счет пока равный На гол Азамата Бекалдиева Точным выстрелом С пенальти ответил Отсамаз Бураев Абаев Бураев И передача на Кумышева Может быть опасна Сейчас у ворот Псеншоку Бехан Алиев Первый на подборе Находит он Отсамаза Бураева Удар Магомедова Принимает на себя стенка А здесь Попадает мяч В руку Кашеева Замена происходит В составе Хозяев поля Вместо Данила Полуна На поле появляется Сейчас я вам скажу Кто Когда увижу номер На поле выходит Остемир Кумыков Под номером 15 Кумыков Весь в составе И Команды Черкес 0.7 Мухаммед Кумыков Которых Авраменко Жумалдин Каратляшев Здорово действует В отборе И право на стандарт Получают Игроки Псеншоко Кемов Тарчоков И Каратляшев У мяча Посмотрим Кто Исполнит этот стандарт Смотрим Удар Кемова Но нет Это было далековато Играет лицо Муляр Отдает нам Амбетова Амбетов на Магомедова Муляр Бигхан Алиев С мячом Передача на Абаева Абаев Мука Удар Ну нет У Абаева Сегодня не идет Идет от слова Совсем И Очередной удар От таймураза Уходит в молоко Аббетов на Магомедов Аббетов на Магомедов Муляр Выигрывает Верховое единоборство Бигхан Алиев Здорово действует В центре Арсен Сугуров Муляр Передача На Кашеева У него есть Есть свободное пространство Ну двигайся Двигайся К воротам Ислам Ну не прав Не прав В этой ситуации Кашеев Который Вот остановился И начал искать Партнеров Было у него Свободное пространство Мог он двигаться Но Как-то не решился Взять На себя Этот эпизод А здесь Муляр Играет здорово Магомедов Авраменко Передача На Мамбетова Мамбетов Сучит Алиев Подача Отбивается Торчоков Вот здесь Захмешев Подкараулил Потерю Но он не Прочитал Не прочитал Этот момент Азамат Бекалдиев Спорно возникает Момент Апеллируют Апеллируют Игроки И Валельщики Гостей К арбитру Считая Что Второй пенальти Должен быть Назначен В воротах Хозяев Поля Стандартно Стандарт Исполнит Магомедов Смотрим Подача Удары 2-1 Авраменко Виктор Становится Автором Забитого Гола И Гол Приходит Со Стандарта Гол Приходит Со Стандарта И Витя 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 И вот Молодые Но Не очень Воспитанные Болельщики Псеншока Расстроены Пропущенным Голом И В нецензурной Форме Они Расстраиваются Высказывают Свое Расстройство Авраменко Виктор Становится На эту минуту Героем Матча Выводя Свою Команду Вперед Ну Тяжелейшая Получается Игра Для Гостей Тяжелейшая Сугуров Хороший Получается Удар У Сугурова Но Каэра Мирослав Каира В очередной Раз Демонстрирует То Что Сильнее Вратари Если В республике Есть Более Сильные Вратари То Их Очень Мало Лежит На Газоне Один Из Игроков Сэншоко Будем надеяться Что все с ним В порядке Я не смогу Да Сэншоко Сэншо Моя Звучит Сэншо 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 Ты Сэншо 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 Моя Сэншо Зиколдиев уходит, уходит мяч за пределы поля. 30 минут второго тайма позади и счет, который горит сейчас на табло, пока устраивает гостей. Но при всем при этом игра, конечно, выдается тяжелейшей для игроков черкеса. Передача на Алиева, Алиев с мячом. Потеря, здесь Магомедов, играет на Зерняка, на Каирова. Продолжение следует... Жилов выигрывает Жилов. Верховое единоборство. Бехан Алиев с мячом. Передача на Мамбетова. Что придумает Мамбетов? Мамбетов придумает аут. Да, или нет. Мамбетов придумал не аут, а целый угловой. А угловой это хорошая возможность. Как и любой другой стандарт. По такой-то игре. Вязкой, тягучей. Вязкой, тягучей. В пользу хозяев. Мурик! 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 Поддача от Тарчокова. Нет. Не допоняли они сейчас. Друг друга с Бекалдиевым. Станислав Ваниев вышел на поле и, судя... Судя по тому, на какой позиции я его наблюдаю, заменил он Таймураза Абаева. Также поле покидает Бекхан Алиев. Вместо него выходит 15-й номер. Это Хашкоев Ислам. Пуриев. Пуриев. Кашкоев, Ваниев, и вот Ваниев, конечно, мастеровитый игрок с футбольным прошлым, ну как сейчас не забивает? Черкес 07, ну как сейчас Кумышев не попадает в ворота, а из убойнейшей позиции бил Анзор, но простил, просто простил он хозяев поля, и Анзор подкараулил ошибку своего однофамильца и наносил удар уже наверняка, но, но нет. Дзахнишев, как бы это снова не обернулось. Потому что в первом тайме гол хозяева забили как раз после того, как Черкес 07 не использовал свои моменты. Жилов, Кашеев в центре поля, ну подставился, подставился. Кашеев очень грамотно, он действовал в этой ситуации и помог сохранить мяч, а здесь Декалдиев. Перевод на Тумыкова. Ваниев и Мамбетов против него. Хашкоев, Кашеев. Ну раньше, раньше в Касашечку нужно отдавать. Бураев. Передача на Кумышева. Кумышев с мячом. Кашкоев. Бураев. Магомедов. Вот Магомедов, казалось бы, да, он такой незаметный, казалось бы, не создает моментов как-то, но при всем при этом игрок, который проделывает колоссальный объем черновой работы. И вот если кого-то и выделять, да, кроме, ну, помимо Бураева и Авраменко, которые стали авторами забитых мячей, то это именно Магомедов, потому что очень большой объем работы он выполняет. А фланги сегодня действуют ужасно. Черкес 0-7. Просто ужасно. Фиксирует нарушение правил в атаке. Арбитр. 37 минут уже позади во втором тайме и все меньше и меньше времени остается у игроков Псеншоко для того, чтобы уйти от поражения. Ну, а Черкесу нужно дотерпеть или же забивать третий. И чем меньше времени будет оставаться до конца, тем больше свободных зон будет появляться. у Черкеса. А здесь Мамбетов сыграл очень тонко. А там, где тонко, там рвется. Сейчас чуть не порвалось, да? Мамбетов с мячом. Хорошая передача на Ваниево. 3-1. И Станислав Ваниев становится автором забитого гола. Вот в экстазе сейчас пребывает вся команда, понимая, что за оставшееся время два мяча вряд ли у хозяев получится отыграть. 3-1. Станислав Ваниев и вот воодушевленно повторяет счет Хасан Арквасов, руководитель команды Черкес 0-7. Кошеев нарушает, нарушает против него правила Кемов. Ну, мне кажется, оставшееся время команды уже будут доигрывать. исходя из того, что времени на то, чтобы отыграть два мяча у Псеншока попросту нет. Ваниев. 5-2. Осторожно! Один! 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 Осторожно! Один! 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 Мамбетов играет очень здорово. Готовится выйти на поле Мухаммед Кумыков. Ну и Кемов покидает поле в составе Псеншока. Еще кто-то, судя по всему, поле покинул, потому что двойная замена произошла в составе Хозяев. На поле появились Канлоев, нет, не Канлоев, это Китбиев, Аслан и Владимир Манджос. Не знаю, если я неправильно поставил ударение, за это я прошу прощения у Владимира. Ну, подводя итог, да, что можно сказать по этой игре? Команда Черкес 0-7 вероятнее всего увозит из Псеншока 3 очка и, ну, должно произойти нечто экстраординарное, чтобы этого не случилось за оставшееся время. Что можно сказать по игре и по тому, что мы сегодня увидели? В принципе, в принципе, да, вот одержать победу удалось, наверное, в первую очередь за счет исполнителей. Квас исполнителей все-таки сказывается. А здесь Торчоков получает удар от Ваниева. Ваниев, конечно, имея опыт выступлений на профессиональном уровне, знает, как незаметно для Сюди подтолкнуть, сделать это красиво. Торчоков покидает поле Мамбетов-Эльберд, или это произойдет все-таки после стандарта. Получает желтую карточку Мамбетов. И вот какой-то неприятный инцидент. Заброс от Торчокова. Соколов, скидка на Сугурова. И будет ли удар? Есть удар от Каратляшева, но... Мирослав Каиров на месте. Грамотно он занял позицию на линии ворот. И не позволил создать хоть что-то опасное. Кумыков пытался перехватить мяч. Сделать этого у него не получилось. Торчоков хороший заброс на Дзахмешева. Дзахмешев. Мамбляр против него. Дзахмешев в штрафной. В окружении троих. Попытка удара, но накрывает. Накрывает его появившийся на поле Мирзов. Закалов исполнит подачу с угла поля. Будет ли удар? Нет. Не дают. Не дают пробить. Сугурову. И стекло уже основное время второго тайма. И основное время матча. Пошло уже добавленное арбитром время. И более того, минуту уже команды переиграли. Если вот сейчас Псеншоку не удастся забить, то можно в этой игре уже ставить точку. Торчоков у мяча. Подача Каиров. Каиров справляется с этим навесом от Торчокова. И борьба на фланге. И удар от ворот. Ну, конечно, очень хорош Ваниев. Без всякого на то сомнения, он усилил игру команды. И вот для меня остается загадкой только то, почему Ваниев не вышел в старте. За предоставленное ему время Ваниев отработал максимально качественно и внес, безусловно, свою лепту на эту победу. А вот Бураев, один из лучших в составе Черкеса в сегодняшнем матче. Кумыков. Полторы минуты еще играть в этом матче. Подача от Сугорова. Ну, как сейчас не забивает Соколова. Очень жарко было у ворот Черкеса, но Касанса Калов махнул мимо. Полторы минуты еще играть. И... Пытаются, пытаются возродить интригу игроки Псеншоко, но сделать этого у них не получится. Во всяком случае, пока Коротляшев находился в положении вне игры. И я думаю, что это все. Я думаю, что это все. Возможно, Боготов даст провести одну атаку гостям. А гости и не хотят в атаку. Гости почему-то не хотят в атаку. Подача. Справляется Амуляр с этим навесом. И еще один стандарт в пользу хозяев. Я так предполагаю, что это будет последний эпизод этого матча. Коротляшев и торчоков у мяча. Смотрим. Торчоков бьет. И Каиров. На этом все. Игра заканчивается. Со счетом 3-1 победу одерживает команда Черкес 0-7. Сегодняшнюю игру для вас откомментировал Заур Тлихураев. Ну, а снимал эту игру Мухамед Мамов. Смотрите футбол. Болейте. Болейте за своих.